приветствую всех на канале привет я и несколько дней назад я выставила видео где мы были в нашем новом хомтауне где вот строится наш дом я объясняла уже много раз что этот дом который я показываю это не лично наш дом это просто вот первый сэмпл для того чтобы люди могли прийти и посмотреть какой каким может быть ваш дом я кстати пью кофеек у нас вечер так что присоединяйтесь мои хорошего хорошего вечернего вкусного кофе пусть она поднимет вам настроение также как и не так вот достроен этот дом ну конечно же это не конечный результат я знаю что сейчас многие перестраивают свои дома и у индийцев обычно очень такие большие обширные семьи поэтому им нужно много комнат я знаю что вот верхний этаж который вот открытый такой потолок до который сквозной сквозь два этажа вот многие его тоже застраивают кроме того акцент был сделан именно на европейский стиль как правильно очень многие поняли в этом видео многие очень писали что да похоже именно на европейский стиль очень смешно было когда именно меня специально пригласили на это интервью конечно же все знают что я иностранка им нужно было какое-то такое новое интересное лицо но я очень смутилась конечно многие зрители написали мне что мы не можем поверить что ты смутилась ты же блогер ну во первых мои хорошие мой блог веду я на русском который меня тоже не несовершенен потому что многие слова я просто уже забыла кроме того это моя камера я включаю выключаю по своему желанию я монтирую что-то вырезаю что-то озвучиваю когда вот во второй уже раз поэтому это все по-другому там интервью было а прям очень профессионально то есть на тебя были направлены камеры профессиональные 10 людей стояли прямо вот возле нас было был на прям такой прямой знаете на настолько вот прямой взгляд ведущий которая смотря тебе в глаза вот задает определенные вопросы английский у меня не супер я английский очень хорошо не знаю да я воспринимаю его отлично на слух хорошо перевожу но далеко не все я могу сказать и литературной литературным английским я не владею кроме того все знают что я знаю достаточно хинди когда мы переезжали из деле сюда у меня был выбор как бы английский или хинди учить но раджиш не сразу сказал что мои для тебя английский учить там никто не будут там у нас в провинции все разговаривают на хинди поэтому лучше тебе в первую очередь выучить хинди причем пока мы жили в деле хинди у меня был достаточно литературный но когда вы переехали сюда над моими вот этими литературными словами просто все здесь смеялись и я конечно переняла местный такой вот жаргон можно сказать потому что откровенно говоря над моими словечками очень многие и сейчас посмея посмеиваются потому что я часто использую именно местный такой вот жаргон потому что смешалось очень много культур наши помощницы они тоже разговаривают на разных языках есть коренное население это называется здесь черты с гори от имени нашего штата черты с гар есть вот даже из отдаленных районов индии и у каждого свой язык поэтому все в общем-то переплелось и конечно же английский сюда тоже влился ну в общем у меня достаточно корявый хинди хотя я отлично разговариваю я могу сказать абсолютно все но как я уже сказала это не настолько такой литературный язык чтобы давать красивые интервью кроме того моего мужа опыта намного больше вы сами видели я наверное интервью не вставляла я наверно ставлю его я наверно оставила интервью еще не видели ли я вставлю его в конце этого видео и вы увидите насколько мой муж более уверенный потому что он часто дает такие вот интервью для различных местных каналов его часто вот приходят снимают как доктора поэтому он был более как бы уверен в себе я честно скажу я очень смутилась и язык у меня просто вот затянуло в обратную сторону я просто меня вот парализовала поэтому если честно я даже вот не хотела совершенно сниматься я говорила о том что я не надо брать у меня интервью лучше возьмите у кого-то другого кто лучше владеет допустим языком по поводу дома очень много опять вот комментарии вопросов хотя я уже очень много рассказывала о том что с переездом у нас пока еще ничего не точно то есть переезд еще очень и очень далеко это построен еще только первый дом это внутри можно абсолютно все переделать как ты хочешь но вы должны понимать что возможностей тоже немного то есть есть несущие стены которых ты не можешь снести плюс я уже конечно же я переместилась другое место там пришла моя помощница и просто начался сильный шум а так вот я рассказывала о том что многие переделывают уже дома внутри конечно же мы тоже расспросили что именно мы можем переделать во первых так как дом сделан с уклоном на европейский он рассчитан как бы на такие вот можно сказать небольшие что ли семьи потому что внизу как вы могли видеть место совсем немного ну мебель это конечно все можно сделать на заказ сделано на заказ то есть так как сделано было мебель там я сразу сказала свое мнение что для индийских семей это совершенно не подходит потому что когда я жила в большом доме я прекрасно помню что было с этими софами которые вот прямо которые были не кожаные а были как бы в тряпчаной такой обивки да то есть там они были постоянно жирные то есть индийцы у них такая привычка постоянно что-то есть жевать поэтому постоянно где-то что-то капает падает поэтому как бы может быть это нравилось кому-то или не нравилось но я буду делать всегда предпочтение вот в мебели дюрабилити то есть выносливость чтобы мебель она была более стойкой чтобы она была более прочной и дольше служила ну я сказала сразу свое мнение нашим партнером почему говорю нашим партнером потому что многие знают что в наша семья вся вложилась в этот в этот проект утопия то есть кто-то больше кто-то меньше и благодаря этому собственно говоря мы получили этот дом за наше вложение на нашей семье дали вот три отдельных как дома ну пока они еще не построены вы сами могли видеть что внизу места очень мало то есть двойной такой холл dining space обеденные для обеденного стола еще один холл кухня очень маленькая кухня даже намного меньше чем моя то есть моя кухня она четырех сторон до четырех сторон получается она как в шкафах то есть даже за дверями у меня есть шкафы они они скрытые но не очень большие туда помещается много посуды здесь столько места нет я даже свою кухню уже не помещаюсь туда мне поместиться просто вот нереально мойка тоже очень маленькая да там есть как бы 100 ru как кладовка но дело в том что стены очень там низкие и нам сказали что эти стены вы не можете поднять и как-то застроить то есть есть некоторые моменты которые вы вообще никак не можете изменить то есть получается это мойка она очень неудобная она такая open to sky то есть если будет дождь то дождь будет падать просто тебе на голову и естественно будет попадать вот в эту сторону на окно и на кухню вот где кухня до кладовка тоже получается в открытом месте то есть дождь сырость тоже не знаю какие вещи туда можно будет положить то есть я планировала что я смогу допустим сделать вот эту мойку и кухню все вместе соединить и будет кладовка и у меня появится больше места теперь это просто вот невозможно то есть кухней вопрос ясный комната внизу которой она тоже очень маленькая она настолько миниатюрная что туда с трудом поместится только лишь кровать плюс вот гардеробная тоже очень маленькая есть открытый большой балкон но опять-таки проблема в том что мы не можем его не застроить не застеклить он должен быть открытым потому что это вот угловой получается балкон и уже вид дома будет как бы изменен и когда вот со стороны дороги до с внешней стороны это будет видно а нам сказано что дом вы не можете с внешней стороны изменить вообще ни при каких условиях внутри вы можете делать абсолютно то что вы хотите но снаружи нет дело в том что я жила уже на втором этаже раньше я много раз рассказывала об этом большом доме это очень неудобно когда на второй этаж тебе нужно таскать и бутылки с водой и если ты вдруг вот ты сидишь комнате допустим захотелось тебе выпить чай кофе что-то съесть нужно идти постоянно вниз или что-то вот тащите вверх внизу получается места нет если кто-то из нас останется вверху то дочь будет допустим внизу жить или же мы будем верху жить ну и в итоге будущем тоже будет уже возраст света очень часто нет в домах поэтому с лифтом там тоже непонятно вот этот так как дано место для лифта там вот место для туалета да вот такой команд туалет который вот в холле да как бы для гостей чтобы можно было вымыть руки как бы освежиться он тоже миниатюрный то есть он как бы придавленный лестницей и наполовину вот как бы то есть даже вот высокий достаточно человек там внутри стоять не может то есть у меня есть здесь туалет в холле но он намного лучше намного больше то есть там нет когда ты внутри заходишь там нет как бы стеснение в расстоянии вверху да там есть комнаты есть вот этот можно сделать комнату тренажерный зал можно сделать вот кинотеатр из нее но если честно надобности никакой в этом не испытываем по телевизор я практически не смотрю поэтому в плане кинотеатра мне не интересно первый этаж не устраивает не только меня также вот у меня и средняя невестка которую которая тоже говорит о том что мне вообще не нравится первый этаж ей нужна комната бога комната бога должна быть только на первом этаже потому что они же кормят своих богов и вверх бегать вниз никто не будет кроме того ну в индии так есть что постоянно кто-то приходит и то есть бегать со второго этажа на первый это совершенно неудобно поверьте мне поэтому я на втором этаже ни при каких условиях жить не хочу те семьи которые у нас побогаче они берут землю и строят полностью огромные дома большие такие вот площади именно первых этажей потому что на втором как я уже сказала жить никто не хочет ну у нас такой возможности нет я уже не раз говорила о том что мне очень нравится наш дом я очень им довольна мне нет никаких проблем с этим домом я бы хотела его просто переделать и не бы этого было более чем достаточно у меня есть уже кое-какие планы конечно же в голове я уже нарисовала себе определенные до картинки как как бы я хотела и что именно я хотела бы изменить в этом доме но если бы муж готов был меня выслушать если вы было у него время потому что на данный момент опять брат начал сильно болеть он постоянно в больницах и если честно мужа просто мозги заняты совершенно другими проблемами кроме того вот недавно мы так с ним поговорили вот в тот день когда ехали тоже назад мы говорили с ним о том что он сам не знает что что ему делать он говорит если моя семья туда не переедет а наша семья не особо собирается туда переезжать то есть младший брат вообще продался свою землю под дом он сказал я в любом случае мне этого не хватит на нашу большую семью него есть сын у сына будет невестка у сына будут дети поэтому конечно ему нужно две-три лишних комнаты поэтому он сказал если я когда-то буду строить но сейчас данный момент у них совершенно новый дом деньги вложены поэтому естественно сразу никто переезжать не будет 3 со средней невесткой тоже плюс болезни брата но в то же время я нахожусь получается между двух огней я говорю уже о том что я все конечно понимаю все эти семейные проблемы но нужно как-то думать и о нас конкретно о нашей семье потому что зависеть от мнения братьев да и джон я тоже не могу я тоже имею право как-то уже планировать нашу жизнь допустим этот дом так как я сказала меня этот дом вполне устраивает я бы достроила второй этаж допустим лишних пару комнат во первых мне бы нужна была комната это называется здесь сервентру это типа как комната для прислуги потому что когда-то тоже у нас уже будет возраст и мы не будем справляться сами поэтому конечно хотелось бы каких-то допустим помощников в старости ну как-то так я многое хотела бы изменить и могла изменить и на обезьян я бы тоже нашла управу я бы внесла дом красивыми решетками сейчас такие в тренде то есть такие красивые длинные как вот планки только то есть посередине вот вот такое вот где-то расстояние все это выглядит красиво то есть можно это все вот сделать как-то в дизайне но вы понимаете что это все энергия и не только мои энергия усилия но еще и большие деньги то есть если переделывать полностью это дом сюда вкладываться то есть я должна была быть уверена что мы все-таки будем жить именно здесь допустим я подумала тоже о том чтобы посудомоечную машинку допустим поставить у меня есть здесь вот одно местечко именно на мойке то есть там проходят трубы можно было бы что-то сделать но опять-таки это нужно ломать стену это плитка это что-то вот переделывать то есть сами понимаете это все определенные затраты кроме того кроме того я пока еще посудомоечной машине здесь даже и не слышал вот пытаюсь у кого-то хотя бы узнать зайти в дом увидеть потому что я если честно в то время когда я была в украине у нас не у кого не было из окружении здесь в индии я тоже ни у кого не видела то есть несмотря на то что здесь вот как бы у нас в нашем окружении все такие вот как бы состоятельные зарабатывают но почему-то ни у кого нет вот этих посудомоечных машины но я уже так почитала что там не всю посуду тоже можно туда вот закладывать я так понимаю что алюминиевая посуда как бы нельзя по моему чугунную нельзя ну то есть так получается что все равно для мытья посуду тебе кто-то нужен кто будет мыть и дополнительную посуду потому что в индии мы очень много готовим и очень много жарим то есть посмотрите на на заднем плане сколько стоит у меня посуды это вот то что я готовила только на сегодня то есть мы для этого мы с яночка для себя что-то готовим отдельно но разрешу вот нужно только индийская поэтому наши ему не подойдет там какие то то есть я сегодня сделала салат с пастой и с авокадо он конечно такое на обед и есть не будет но по поводу помощниц тоже многие продолжают задавать мне вопросы зачем тебе помощницы и так далее девочки вот зачем мне помощницы потому что когда я долго начинаю взаимодействовать с водой я очень кстати люблю убирать и полоскаться в воде но просто получается так что у меня начинается уже через несколько дней сильный дерматит поэтому просто я физически не в состоянии мы долго посуду или убирать поэтому нужен мне кто-то помощь то это будет делать за меня ну на сегодняшний день вот такая вот ситуация я тоже получается стою как на какой-то развилки и я не знаю какую сторону мне двигаться если бы мой муж тоже мне что-то сказал какой-то ответ конкретный то я был уже сейчас начала заниматься конкретно этим вопросом если честно конечно же меня это очень сильно расстраивает меня расстраивает что наша жизнь получается зависит от семьи то есть семья на нас как бы семья на нас не равняется они идут как бы своим путем да но получается так что мой муж равняется на них и то есть мы не можем как-то определиться я не могу по своему усмотрению уже как-то вот смотреть будущее то есть я ожидаю как какого-то вот ответа от мужа если честно меня до на данный момент меня очень сильно это рубит и очень сильно меня это расстраивает то есть я все-таки жду от него какого-то ответа я думаю что когда вот устаканится немножко вот эта ситуация все-таки хочу попытаться поговорить с мужем и уже как бы что-то решить решать наш дом уже тоже не первое далеко свежести уже здесь очень многие есть моменты которые нужно переделывать где-то какие-то двери начинают под подвисать или отслаиваться плитка вот во во многих местах здесь вот уже есть на данный момент вещи которые я хочу переделать но зависит от того как их переделывать их переделывать под себя или переделывать как на продажу в дальнейшем дома понимаете это две разных вещи для себя человек естественно делает по своему усмотрению и вкладывается намного больше ну а на продажу можно сделать и попроще ну в общем пока так я обязательно вставлю после этого видео наше интервью посмотрите все-таки как мы его дали все-таки calm потому что aquí м Я всегда всегда очень люблю. Это было много именитий, так хорошая и качество. Вы всегда это красивые квартиры. Вы также можете найти одинаковую подсчет, чем только в один-чем-ректов, где вы тоже будете делать такой спорт. Утопия 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 So ma'am, on comparison, какие similarities you found and what was good? First of all, it's safe because here's a lot of safe and a lot of green and a lot of space environmental and safety because people can't come from abroad and security Сейчас мы живём в одном месте, где кто-то везде приходится и живет в очень знаменитой. Мы не знаем, что там, что там, что мы все думаем. Мы думаем о том, что для детей, для наших семей. Поэтому мы хотим. Это очень хорошо. Если вы хотите сказать Утопия в одном языке, то это было? Бремлайн. Все? Это очень хорошо. И как ты идешь с семьей, то кто-то решает, что это будет решение? Мы не решили здесь, мы здесь дети. Мы с 7-х, мы с 7-х, мы решили все решение. Мы все делали. Если вы, моё семью, моё семью говорите, то, конечно. Okay, that's great. And also, today you visited, for the first time, the sample bungalow of Utopia. So, what do you think? How did your expectations meet, sample bungalow? More than expectations. Okay, that's great. Thank you.